Пока шли ремонтные работы в здании, артисты успешно гастролировали по стране. Семен Гречко рассказал, что только с весны этого года труппа побывала в Тамбове, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге и других городах. За время гастролей артисты получили множество наград. Международный фестиваль не столичных театров «Комплимент» в Новочеркасске принес коллективу призы в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший дуэт» и «Лучшая женская роль» второго плана за спектакль «Фауст». Самым недавним стало выступление на международном театральном фестивале «Хайфест» в Ереване. Помимо этого, труппа давала благотворительные спектакли. Мы показывали свои спектакли для жителей Луганской и Донецких, теперь уже областей нашей страны, в центрах временного размещения, где служили 1100 человек. И мы показывали спектакли в Ростовской области, непосредственно в близости с местом проведения СВО для жителей этих областей. Мы показывали тоже спектакли, пользуясь тем, чтобы на гастроли были в Ростовской области. И тоже обслужили 970 человек. 235-й театральный сезон открывается 21 октября. Премьера спектакля «Тартюф» к 400-летию Мольера. Ближайшим крупным событием станут большие гастроли Новгородского областного академического театра драмы имени Достоевского, которые пройдут с 27 по 30 октября. 6 ноября пройдет торжественная церемония награждения областной театральной премии «Зеркало сцены». А с 14 по 20 ноября в Рязанском театре драмы выступят коллективы со всей стороны в рамках 7-го международного фестиваля спектакля о любви «Свидание на театральной». Для нас это очень ожидаемый сезон, потому что мало того, что он юбилейный, большое количество премьер, которые произойдут уже в этом году, и это, наверное, не совсем может быть даже типичной премьерой для нашего театра. Конечно же, еще мы готовимся сейчас практически с августа месяца, идет подготовка к работе над нашим фестивалем. Потому что, да, для зрителя фестиваль «Свидание на театральной» – это любовный материал, интересные комедии, связанные с историей любви, и новые города, которые приезжают к нам в гости. Все готовятся, всем очень хочется предстать перед зрителем, так как давно не встречались с рязанским зрителем. Главный художник театра Геннадий Скоморохов рассказал о новом фирменном стиле, разработанном к театральному сезону. Вот так теперь будут оформлять афиши, программки и другую продукцию. Дизайнеры разработали 12 фоновых оттенков, ярких, но хорошо сочетающихся между собой. Яркой чертой нового стиля оформления станут черно-белые вырезанные образы, фрагменты гравюры рисунков, фотографий, старинных документов. Это подчеркнет связь времен, а когда требуется, в афиши и другие материалы будут добавлять более современные цветные изображения.